Поселок Чаган расположен в 75 километрах от автодороги областного значения по маршруту семьи Курчатов. В поселке проживает 550 человек. За последние три года на развитие округа было выделено более 52 миллионов тенге. В текущем году было отремонтировано здание Акимата. Ранее сотрудники местной администрации находились в небольшом частном доме. Теперь же они переехали в здание бывшей железнодорожной станции. Кроме того, средства были направлены на разработку проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей. Разрабатывается проектно-сметная документация и на строительство уличного освещения. В поселке есть одна главная улица, требующая освещения. В ближайшие дни планируется объявить конкурс на проведение данных работ. Наша цель – создать комфортные условия для народа, повысить его социально-экономическое положение. Кроме того, реализация всех государственных программ. В ходе сегодняшней встречи с вами я рассказал вам все, что было в этом году в городе Семей, в сельской местности, когда была ранняя встреча с вами. В целом, на развитие округа до 2025 года планируется выделить более 665 миллионов тенге. Средства будут направлены на благоустройство территории парка, строительство водопроводных сетей, благоустройство территории улицы и стационарное. На встрече Аким города ответил на вопросы жителей. Были жалобы на бесконтрольный выпуск скота. Бахчамбай Ахметов поручил Акиму села и участковому инспектору наладить вопрос выпаса скота и провести разъяснительную работу среди населения. Остро стоит вопрос выпаса скота. Имейте в виду, завтра могут начаться ссоры между жителями, потому что нет конкретных договоров. И есть вероятность, что не будет ничего оплачено. На улице гуляют безнадзорные коровы. Могут войти и в огород. Я писала в группу, чтобы смотрели за своим скотом. Жаль огород. Все растоптали. Отдел сельского хозяйства поможет вам сейчас оформить проект соответствующего договора в порядке выпаса скота. Затем отметьте, как здесь организуется выпуск скота, где он находится вместе с отделом земельных отношений. Ведь каждый из вас должен иметь ответственность. Также глава города провел встречу с жителями Женолинского сельского округа. В селах Бюкинши и Маралда проживает более 800 человек. За последние три года на развитие округа было выделено 65,5 миллионов тенге. В селе устанавливается детская игровая площадка. Также в селе Бюкинши установлено мини-футбольное поле и наружное освещение улиц. Также в селе Маралда установлена блочно-модульная станция. Проведен текущий ремонт Бюкиншинской средней школы. До 2025 года в рамках комплексного развития Женолин планируется выделить 38 миллионов тенге. Средства будут направлены на строительство наружного освещения восьми улиц сели Бюкинши. Все эти проекты были реализованы в ответ на обращение местных жителей. Как было отмечено в ходе визита, проблемы сельской местности включают в себя такие общие вопросы, как пастбище, благоустройство села, освещение детских площадок, занятость молодежи, инфраструктура. Городоначальник отметил, что вопросы, касающиеся города, в сельском округе нужно рассматривать постепенно.